День, сейчас начало второго, мы находимся на переулке Воробьёва, названного в честь медика, который в 24-м году бальзамировал Ленина, с какого-то бадуна вызвался. За нами институт Мечникова и, немножко правее, здание анатомического музея, заброшенное, там сейчас уже ничего не видно. Вот вы видите место, на котором лет 5-10 назад Мосфильм снимал сцены продажи арбузов при съемках кинофильма Ландау. А также сзади с трудом можно увидеть развалины старой крепости, первой городской. Вот мы дальше видим спуск, там где улица Воробьёва пересекается с улицей Мельникова, дальше идет Гражданская улица, которая плавно спускается к набережной. И справа здание синагоги, где в 41-м году фашисты согнали порядка 50 евреев и заморозили их. Вот квартал, который сохранился в том состоянии, в котором и был лет 200 назад, очень здорово попроедить по этим улочкам. Не по улочкам, а по этим дворикам старым. Это я сделаю как-нибудь в следующий раз. Мы спускаемся вниз к пересечению с улицей Мельникова. Вот навстречу едет какая-то машина, и, видимо, мне придется уступить ей дорогу. Она будет так шуметь, что мы, возможно, дальше ничего не услышим. Лет пять строится напротив здания торгового центра. Оно такое большое, что все в кадр не влазит. Раньше на этом месте был пустырь, а до этого какой-то старый дом. Слава Богу, что сейчас оно построится, и можно будет спокойно проехать. Она мимо. Опять наблюдаем улицу Гражданскую, которая когда-то была Мещанской 100 лет назад, а 200 лет назад была Еврейской. За нами бывший Еврейский техникум. Сейчас там у моего друга офис. И все, теперь мы направляемся к арке. Большая арка, отличительная тем, что ее замечательно раскрасил художник Гамлет. Вот его картина. Какой-то мыслитель сидящий. Тут Канатоходец. Труба. Вот за мной труба, на которой, в общем-то, я бы сыграл, так как я умею. И четвертая картина. Надо хоть самому посмотреть. На четвертой картине мы бы увидели, если бы не светло вроде, лестницу и домик какой-то. Но мы не увидим. Вот мы заходим через эту арку в двор, на котором, в этом двору, квартира в стиле арт-деко. На четвертом этаже. Ее не видно, но там, можете мне поверить, что в этой квартире очень большой балкон. И прогулочный, на котором очень здорово находиться и получать удовольствие от жизни, кушать, обедать. В следующий раз я зажгу огни, и вы отсюда это увидите. За спиной находятся развалины старой крепости. Но, скорее всего, их не видно. Но, поверьте мне, что они очень живописные. Ну и к этой квартире идет лестница высокая, ступеньки и вот вход в подъезд. Приезжайте к нам, поселяйтесь на нашу замечательную квартиру в стиле арт-деко, на переулке Воробьева. Она очень красивая, замечательная. Мы всегда вас ждем в наших уютных апартаментах. Заходите на наш сайт элитки.ком, подписывайтесь на наш видеоканал и ждите следующих репортажей с других квартир. Пока! Придется выключать руками, так как почему-то не выключает блютус. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...